Всем привет! С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Павел Воля, российский стендап-комик, один из основоположников сатирического шоу Comedy Club, телеведущий. Павел Воля родился 14 марта 1979 года в семье Алексея Евгеньевича и Тамары Алексеевны Воля, заводских рабочих из Пенза. Детство Паши и его младшей на три года сестренки Ольги прошло в типовой панельной девятиэтажке в спальном районе города. Родители уделяли немало времени интеллектуальному и физическому развитию детей, но никогда не навязывали им свое видение будущего. В детстве Паша мечтал стать оператором башенного крана, потом детская мечта забылась. Он увлекся единоборствами, правда, куда большему ему в этом плане научила улица, ходил в театральный кружок и даже на курсы развития памяти. В подростковом возрасте был ведущим молодежной передачи СЛЭМ на местном кабельном канале. Еще в школьные годы Паша начал играть в КВН, несмотря на активность, парень, тяготевший к гуманитарным наукам, хорошо учился и, окончив школу с серебряной медалью, поступил в Пензенский педуниверситет. Белинского, по специальности Павел Воля, учитель русского языка и литературы. В студенческие годы он продолжил играть в КВН, став капитаном университетской команды Валион Дассон. Именно там состоялось знакомство с Тимуром Керимовым, которого сегодня знают как Тимура Родригеза, а также Леонидом Школьником, будущим сценаристом Comedy Club. Также в студенчестве Павел подрабатывал ведущим в пензенском филиале русского радио. Павел окончил вуз и переехал в Москву. Поначалу столица приняла молодого провинциала недружелюбно, и какое-то время ему пришлось работать прорабом на стройке. Потом Павлу удалось пробиться в сценаристы для передачи Игоря Угольникова «Добрый вечер», транслирующийся на РТР. Продюсером «Доброго утра» был Артур Джанибекян. Позже передачу закрыли, и Воля устроился ведущим на Муз-ТВ, позже перешел на Хит-ФМ и ровно в семь часов ровно поднимал сотни тысяч слушателей с кровати. Есть в его ранней творческой биографии и опыт озвучки Масяни Олега Кулваева. После закрытия «Доброго утра» Артур Джанибекян, тоже бывший КВНщик, вместе с Гариком Мартиросином и Арташесом Саркисяном, бывшими товарищами по команде «Новые армяне», основал юмористическое шоу клубного типа Comedy Club, пригласив в свой новый проект талантливых ребят, готовых выступать в новом для России жанре стендап. Оказался в их числе и Павел Воля. Больше года шоу кочевало по телеканалам, с МТВ сотрудничество не сложилось после первого же выпуска. СТС решила, что Comedy Club с его хулиганским юмором не впишется в концепцию канала. Наконец кассетой с пилотным выпуском шоу заинтересовалось руководство ТНТ, и 23 апреля 2005 году состоялась премьера шоу, которому суждено было стать самым прибыльным юмористическим проектом в истории российского телевидения. Российские зрители, особенно молодежь, на тот момент уже были сыты аншлагоподобными юмористическими передачами с бородатыми шутками. Резиденты Comedy Club без зазрения совести отпускали словечки, которые ранее были негласным табу на телевидении и шутили на грани фола. Павел Воля с первых выступлений закрепил за собой сценический образ гламурного подонка, человека, который критикует других людей. Каждый выпуск Comedy Club открывался его остротами, обычно Воля прохаживался по гостям в студии. В 2007 году была создана Comedy Club Production, продюсерская компания, под именем которой отныне выходил Comedy Club. КП занялась производством практически всех развлекательных шоу и сериалов на ТНТ, первыми ласточками стали юмористические передачи «Смех без правил» и «Убойная лига», в которых ковались новые фигуры для Comedy Club и дочерних проектов. Ведущим обоих проектов стали Павел Воля и Владимир Турчинский. Впоследствии Павел Воля начал выступать с сольными монологами как независимый артист. Сейчас в Comedy Club Павел выступает реже, но поклонники передачи не лишились его, в 2015 году он сменил Гаррика Мартиросяна на посту ведущего. В 2007 году Павел решил попробовать себя на музыкальном поприще. Он сочинял нехитрую музыку при помощи драм-машины, писал тексты. Вскоре он представил на суд публики свою первую композицию в жанре рэп-шоу бис. В том же году Павел Воля выпустил альбом из двух дисков «Респект» и «Уважуха», спустя два года появилась пластинка «Чудеса случаются». На три песни были сняты клипы «Все будет офигенно», барвиха «Мамя». Именно Павел Воля написал песню, открывающую сериал «Наша Раша» в 2012 году. Свет увидел второй альбом «Новое», куда вошли в том числе песни «Мальчик», записана совместно с певицей Ёлкой, «Наша Раша 2», «Мама», «Мы все стареем», совместно с группой «Город 312». А в записи Гусарской принимал участие оркестр МВД России. Третий альбом «Мысли и музыка» получился более лиричным и взрослым. Тенденцию продолжила вышедшая в 2018 году на двух дисках аудиокнига со стихами Павла Воля. Также шоумен вместе с Максим Фадеевым и Тимати записал опенинг к шоу «Песни на ТНТ». Ему принадлежит небольшой музыкальный лейбл на паспорт, в котором состояли артисты танцуа, моноплай, алмапа. Дебютом Павла Воля в большом кино стала роль Тима Милана, за которым очевидно угадывался Дима Билан, в пародийной ленте «Самый лучший фильм». После самого лучшего фильма Павел Воля начал работать над главной ролью в картине «Платон». В этой трагикомедии Паша играл близкую ему роль – гламурного московского тусовщика. Герой фильма очень похож на самого Павла Волю по всем параметрам. У него незаурядный ум, привлекательная внешность, коммуникабельность. Это позволяет ему и успешно вести дело и пользоваться популярностью у женщин. Редакция oznaifse.ru уточняет, что впоследствии он появлялся из камео в сериалах производства Comedy Club Production, универ «Девчонки», сыграл главную роль в романтической комедии «Невеста любой ценой». Волю можно было видеть в сериале «Галыгин.ру» от его коллеги по комедии Вадима Галыгина. Трогательным была его роль в фильме «С Новым годом. Мамы». Получивший крайне низкие зрительские оценки. Достаточно долго резидент Comedy Club пользовался репутацией закоренелого холостяка с внушительным донжуанским списком. Павел три года встречался с ведущей MTV Марикой, в миру Мариной Кравцовой. Они познакомились в конце 2005 года в ночном клубе, Павел почти год добивался внимания этой энергичной девушки, и не зря, их пару называли самой красивой в российском шоу-бизнесе. Но в 2010 году в конце концов пара распалась, причем, как отмечала в интервью Марика, без каких-либо конфликтов. Они остались хорошими друзьями. В 2011 году Павел начал встречаться с Надеждой Сысоевой, но отношения быстро исчерпали себя. Юмористу приписывали роман с украинской балериной Кристиной Шишпор, но никаких подтверждений этих слухов не последовало. В том же году Павел сблизился с Лейсан Утишевой, шестикратной чемпионки Европы по художественной гимнастике, с которой познакомился на светском мероприятии. Все начиналось с дружбы, но в 2012 году у Лейсан умерла мама, и Павел оказался рядом с так необходимыми словами поддержки. Это произошло в марте, а уже в сентябре пара расписалась в ЗАГСе. На церемонии присутствовали только самые близкие люди, а свадебного торжества как такового не было. В мае 2013 года на свет появился их первенец Роберт. В 2015 году у звездной пары родилась дочь София. Сейчас семья живет на две страны, много времени супруги с детьми проводят в Испании. В 2019 году Павел Воле был ведущим шоу-песни, продолжал выступать в Comedy Club. Одно из его мартовских выступлений разгневало феминисток, в монологе про настоящих женщин-юморист высмеял фэм-активистку Татьяну Никонову, которая видео посмотрела и не могла не поделиться гневом от увиденного. С этого момента феминист общество считает Павла своим врагом, пропагандирующим нездоровая идея. В 2020 году Павел Воле стал ведущим интеллектуально-развлекательного шоу «Двое на миллион» на ТНТ, в котором участники, как и водится, отвечают на вопросы, чтобы выиграть денежную сумму.